Я снимаю нахуй! Вот это прикол! Небольшая подсказка для будущих магов по выбору расы в Mortal Online 2. Это не гайд, но после ознакомления с этим роликом вы будете понимать какие-то базовые вещи. Главное помнить, что в игре нет универсального билда на гибатора, ибо в мод 2 пвп очень ситуативное. Итак, первое, что должен знать молодой маг. На увеличение урона от магии влияют количество вашего интеллекта, активный навык Mental Offense, с которым на 100% все ваши спеллы становятся эффективны, характеристики самих заклинаний и отсутствие у вашего противника большого количества психики. Если что-то забыл, поправьте в комментариях, пожалуйста. Интеллект влияет на ваше общее количество маны, так называемый манопул или шкала магии, кому как удобней. Психика на защиту от магии, но в игре есть тип заклинаний, который вообще нельзя ничем срезистить. Для каста магии требуются реагенты, которые вы должны носить в своем инвентаре. Кстати, игроки вору могут незаметно украсть, и даже в пвп, из вашего инвентаря реагенты. Благо большое количество интеллекта вашего персонажа может помешать им это сделать. Но тем не менее, имейте это ввиду. Основная клиентура воров это всякого рода воины, в общем персонажи с минимальным количеством интеллекта. Далее надо слушать внимательно. Еще раз, внимательно. Что нужно понимать перед тем, как начать кастовать в этой игре? Для примера возьмем условное заклинание Fireball и прокачанный боевой навык Mental Focus до 100. В таком случае заклинание Fireball будет стоить всего 10 маны. Но если ваш боевой навык Mental Focus будет равен нулю, то в таком случае Fireball будет требовать 15 маны. Как понизить требования заклинаний к мане? Вы должны прокачать боевые навыки Mental Training до 100 и Mental Focus до 100. Тем самым вы срежете на 50% требования заклинания к мане. Вот я вам напоминаю, что это нужно было внимательно прослушать, что отмотайте назад и еще раз прослушать. Далее. Также основными навыками магов являются концентрация, которая на 40% повышает шанс того, что вам не прервут заклинания во время вашего каста. Ну то бишь, когда вы будете заряжать заклинания, вам его не прервут. Mental Offense на 100% все спеллы становятся эффективнее. Витализм и мана регенерация позволят вам на 100% быстрее пассивно регенерировать ману. Медитация на 100% увеличивает регенерацию мана, когда вы отдыхаете. Если вы собираетесь играть билдом Толстый Маг, то вам также придется изучать навыки езды на лошади. А есть еще магические школы со своими ветками для прокачки, которые тоже нужно изучать, но там уже более детально надо смотреть в зависимости от вашего билда. Вообще внимательно изучите навыки, боевые навыки и профессиональные навыки. И помните, что у боевых и профессиональных навыков есть кап по 1100 на каждый. Грубо говоря, вы не сможете выучить все боевые навыки в игре, то же самое касается и профессиональных навыков. Будьте внимательны с этим моментом. Всего 1100 поинтов для боевых навыков и 1100 для профессиональных навыков. Если вы собираетесь играть магом, вам для начала нужно определиться с выбором расы. Наиболее подходящими расами являются алварины, подрасы шевра — это темные эльфы, за их ценят за хорошую скорость передвижения, за маневренность. Агмиры с подрасой хуэргары — это гномы, за их большое количество хп. И люди, тендремины или сидонианцы — за их универсальность. Четвертую расу турсаров, те, что у орки, мы не рассматриваем, потому что они специализируются на милишнике. У них мало магии всегда, интеллекта всегда мало. Чем хороши алварины, агмиры и люди? В момент создания персонажа вы можете получить максимальное количество интеллекта и уже потом в игре прокачать в ПВЕ таланты вашему персонажу, например, как плюс 4 к интеллекту, к скорости и т.д. В общем, полезные навыки. То есть полезные таланты для вашего мага-убийцы. Еще что вы должны знать. На данный момент в игре есть два популярных билда магов — толстый маг и псифайтер. Про толстого мага я расскажу, а вот про псифайтера нет, ибо могу ввести в заблуждение, так как там начинают между собой учитываться какие-то формулы, вычеты урона, статов интеллекта и психики. Скажу лишь только, что псифайтеры — это обычные милишники с резистом к магии за счет понятой психики. Основным заклинанием, которым они пользуются, ну вот эти псифайтеры, называется «Взрыв разума». Фишка этого заклинания в том, что его невозможно срезистить. Псифайтеры, по сути, они затачивают свой билд конкретно под пару кастов и все остальное время бегают как обычные милишники. Еще можно сказать, что псифайтеры — это антимаги. Билд Толстого Мага Билд Толстого Мага подразумевает, что вы создали Агмира Дварфа, расы Хуэргару, которую полностью поднят стартовый кап ХП и интеллекта, плюс прокаченные в ПВЕ расовые пассивные активные таланты. Плюс от такого билда — огромный манопул, очень много ХП и запредельный урон, ну максимальный урон магии. Минусы Толстого Мага — это минимальная сила, но вы сможете взять кинжал, щит и защищаться блоками в надежде, что вас спасут ваши соклановцы. Также вы очень медленный персонаж, но сможете компенсировать скорость передвижения лошадью. Да, в Mortal Online 2 можно кастовать и стрелять из лука на лошади. На самом деле полное название билда Толстого Мага — Конный Толстый Маг. Кстати, помните, я в начале гайда говорил, мол, в игре нет универсального билда на Гибатора, мол, из-за того, что ПВП в игре ситуативное. Вот Конный Толстый Маг — тому подтверждение. Такой маг может разложить любого персонажа, но если он слезет с лошади или потеряет лошадь, то быстро откинет свои толстые копыта. Далее я озвучу интересные факты о магии, о которых узнал, общаясь с ребятами из первой Mortal Online, которая актуальна для второй Mortal Online. Значит, зарядка заклинаний и каст заклинаний. Как выглядит вообще процесс каста любого заклинания в игре? Нажимаем на нужное нам заклинание, например, Fireball. Далее у нас появляется шкала времени применения заклинаний. То есть у нас есть условные 5 секунд на то, чтобы применить заклинания либо на себя, либо на врага, в общем, на любую цель. Я этот процесс называю «зарядить магию». Значит, по сути, это как стрелять из ружья. Мы сперва заряжаем ружье, затем решаем, что будем делать. Значит, с магией так же. Зарядили заклинания, выбрали цель и нажали «Скастовать». В настройках клавиш есть два бинда специально для магии. Значит, применить последнее заклинание на кого угодно и применить последнее заклинание на себя. То есть два разных бинда. Один мы нажимаем, и он бросает, кастует последнее заклинание, там, это Fireball, какое угодно. И второй, значит, бинд — это применить заклинание на себя. Это хорошо для хила, для бафов и т.д. В игре есть урон по своим, а также вы можете лечить любую цель, на которую наведетесь. От враждебного моба или босса до союзников или врагов. Так что будьте внимательны, когда кастуете хил или что-нибудь связанное с уроном. Вы можете запросто похилить своего врага или босса, в общем, зафейлить рейд. Можете запросто. В общем, будьте аккуратны. Магия в МО-2 включает в себя много уникальных фишек и ноу-хау, но об этом в следующем видео. Значит, какие-то моменты я уже озвучил чуть выше. Создание билда не заканчивается тем, что вы подняли себе максимум интеллекта. Нет, вам еще предстоит прокачивать персонажу активные и пассивные навыки. Уже непосредственно зайдя в игру, то есть после создания персонажа, когда вы в игру зашли. Ну, помните, да, о Ментал Офинсе и вот этим всем. Значит, всего в игре нам обещают 13 школ магии. Магия школы Некромантии выглядит потенциально интересно, ибо все заклинания этой школы можно заряжать на ходу. В отличие от других школ магии. То есть вы бежите, нажимаете фаербол, он у вас на бегу его заряжает, потом вы нажимаете его скастовать, и он его кастует. В других школах магии, если это не Некромантия, вам нужно нажать фаербол, остановиться, нажать фаербол, подождать, пока он зарядится, и только потом уже можете бежать, его кастовать. Ну, понимаете, я надеюсь. В игре много заклинаний с уроном по площади, и в игре есть еда, влияющая на ваш монопул. Также в игре есть много всяких параметров ситуативных, от которых будет зависеть ваша магия. Вы там можете быть перегретой, носите броню тяжелую, очень неподходящую. В общем, смотрите, изучайте. Это все еще, к сожалению, в бете не все доступно, но это будет реализовано в раннем доступе, ну и, надеемся, в релизе. Значит, спасибо за внимание, надеюсь, я не сильно вас запутал. До встречи в игре. Видя рядом к этому видео, я добавлю геймплей за мага школы Экоменикала в билде Толстый маг. Нажимайте на паузу, смотрите на чат, где отображается урон, в общем, подмечайте тактику игры Толстым магам. И помните, что в бете у нас все персонажи по умолчанию имеют активные и пассивные навыки по 100. Ну, за исключением некоторых, которые не влияют непосредственно на магию. Броня у всех предтоповая, билды с максимальными статами, то есть фактически мы играем хай-энд персонажами. Еще раз спасибо за внимание, задавайте вопросы, смотрите на ссылочке под описанием к ролику. До встречи в игре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok